всем добрый день всем хорошего настроения я сегодня вышла хотела поработать в саду здесь тоже полно листьев но сегодня в саду работать нет никакой возможности потому что очень сильный ветер листья несет во все стороны и не совсем приятно работать на таком ветру поэтому я пойду займусь лучше подготовкой 40 к вязанию веников и поскольку на улице сильный ветер и нет особого желания что-то делать во дворе я занялась подготовкой сорга к вязанию веников это очень важный этап чтобы веники получились качественными важно очень правильно подготовить сорга к вязанию веников сначала сорга режется на длину самого веника вот какова длина веника вот на такую длину и режется сорга и если вы помните когда росло сорга метла сами метла они кучерявые они смотрят в разные стороны а нам нужно чтобы уменьшить кучерявость сорга в некоторых случаях даже надо намочить это сорга и подвесить его вот вниз головой вы поняли что подвесить сорга как бы сказать вниз головой нужно для того чтобы это кучерявость немножко выправилась после того как они немножко так повисят головой потом идет очистка очистка от семян это тоже важный этап он не столько важен сколько он длительный конечно там где семена зрелые там быстро семена отпадают где зеленовато или влажные там этот процесс очень медленный пока каждую зернышко пока каждая отделишь это знаете нудно очень но тем не менее все это делается но это делается ближе туда к зиме когда на улице уже совсем холодно когда уже во дворе вообще делать нечего тогда вот занимаемся вот этим процессом очищения вот этих зерен но а дальше процесс вязания самих веников я вам покажу дальше это очень интересный процесс очень интересный я покажу вам практически как это делается на самом деле как это делается практически и обязательно вам покажу вам это будет очень интересно но это будет несколько позже а это вот сорга я специально повесила под дождь она висела под дождиком хорошо выпрямилась уже даже высохла можно ее уже занести наверх сухое уже отнесу его наверх а это отходы я связала чтобы они не валялись они сгорят в камине немножко подсохнут и сгорят в камине вот такой подготовительный процесс сорга к вязанию у меня еще есть одна работа на огороде я не все выкопала корешки сорга все быстро быстро спашка огорода я не успела выкопать корешки сорга и оставила там лопату а теперь очень сильно мягко очень грязно но мне все равно надо как-то добраться забрать лопату потому что нас гниет там под дождем а лопаты у нас очень дорогие поэтому я вышла как-то добраться забрать лопату добралась для лопаты видите было восемь рядков три рядка я выкопала опять еще осталось у нас завтрашнего дня потепление завтрашнего дня у нас будет тепло и я завтра постараюсь выкопать эти корешки еще сегодня я хочу сделать одно дело вот сейчас я иду в заготовительный пункт хочу узнать принимают ли они фасоль почему они принимают фасоль поэтому я тороплюсь чтобы успеть до закрытия уже хочется сдать фасоль а то не дай бог заведутся жучки сдам фасоль и вычеркну этот пункт как выполнены из своего списка дорогие мои друзья а сегодня я вас хочу попросить очень даже попросить сильно попросить вот о чем я хочу чтобы мои видео смотрели не только мы с вами я хочу чтобы мои видео смотрела побольше людей а чтобы мои видео смотрела побольше людей не нужно чтобы youtube открыл свою дверь и впустил меня на просторы ютюба а чтобы youtube пустил меня на свои просторы я должна выполнять четко его правила и в его правилах есть и правила, как написать комментарии. Во-первых, комментарии должны относиться только к видео, только к теме видео. Ничего не нужно придумывать. Кроме того, в комментариях я уже об этом говорила. Не нужно писать слово лайк, не нужно писать номер, не нужно писать пп, то есть полный просмотр. Я уже об этом говорила, но почему-то вы продолжаете это писать, продолжаете писать лайки, лайкосики. Правилами ютюба это запрещено. Где это написано? Пожалуйста, читайте, гуглите, читайте. Об этом написано масса статей, роликов. Ведь ютюб вам не скажет, не позвонит и не скажет. Не пишите так, не делайте так. Он вас просто не выпускает и все. Он не упускает вас на просторы свои. Не упускает, потому что мы все нарушаем эти правила. Поэтому я вас очень-очень прошу. Друзья, дорогие, не пишите мне в комментариях лайк, номер такой-то, полный просмотр или пп и так далее. Спасибо вам большое. Еще одно, о чем бы очень хотелось вас попросить. Друзья мои, давайте не будем жадными на лайки. Давайте ставить друг другу лайки. Друг другу лайки. Лайки продвигают наши каналы. Не жадничайте, ставьте лайки. Дорогие друзья, сегодня я с вами прощаюсь. Хочу, как всегда, пожелать вам крепкого здоровья. Не болейте, берегите себя. До свидания, до завтра.